МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. В эфире программа «Городская среда». Похоже, затянувшиеся ожидания того, чем завершится политический кризис по причине так и не заработавшего парламента этого САЗЭВа, отложил свой отпечаток и на работу столичного муниципия. Вот уже которую неделю подряд мы наблюдаем за тем, что среди многочисленных муниципальных комиссий реальную активность проявляет комиссия по ЖКХ и фракция партии социалистов. На этот раз советники продолжили работу по реформированию самой чувствительной сферы столичной жизни. Специальным гостем этого заседания был среди прочих и муниципальный советник от ПСРМ Александр Денцов. И он сегодня у нас в студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Один из вопросов, который, насколько я знаю, следя за прямой трансляцией заседания этой комиссии, снятие с баланса целого ряда зданий, предложение, с которым выступил один из чиновников управления ЖКХ. О чем идет речь и почему необходимо снять с баланса ЖКХ вот эти здания? Вот что за этим всем, на ваш взгляд, стоит? Мне бы очень хотелось, чтобы все жители города понимали следующее. В городе 98%, наверное, даже больше приватизированных квартир. К сожалению, остался менталитет советского периода, когда нам кто-то, дядя какой-то, должен что-то сделать. Такого нету. Но благодаря тому, что за последние года, особенно в период работы, попытки работы недомерка Киртаки, как мы его называем, накопился долг почти миллиард леев. Вот сейчас этот долг уменьшился. Термоэлектрика подала, был термоком, потом организовалась термоэлектрика, термоэлектрика подала в суд на муниципе. В итоге все ЖКХ сейчас ликвидированы, находятся в стадии ликвидации. Начальник ЖКХ назначается не главным управлением, а ЖКХ назначается термоэлектрика, как администратор по ликвидации жилищного и коммунального предприятия по месту. То есть вот этим самым мы рассчитываемся с термоком? Один лей за квадратный метр, который все жители платят якобы за диссервирие блоков, за обслуживание здания, куда входит, должна входить, скажем так, уборка территории, косметические капитальные, накопление денег на капитальный ремонт. Эти деньги не идут на эту цель, они идут на обслуживание долга перед термоэлектрикой. Вот 670 миллионов долг, если не ошибаюсь, сейчас где-то чуть-чуть больше, чем 400 с лишним миллионов лев. Долг немножко уменьшился. Но сам, тем не менее, этот долг есть. Дальше что происходит? Для того, чтобы снять с себя вот эту тяжелую ношу, и, естественно, в этом случае никто не думает о людях, они решили создать закон о кондоминиуме. Если предыдущий закон, там указано не обязательство создавать ассоциации, а это право создать ассоциации. То есть жители, ну, к примеру, я проживаю в Хрущевке. Стандартная Хрущевка, 3 подъезда, 5-этажка, живу на 5-м этаже. Вот если мы 60 квартир решим создать ассоциацию, тогда да, мы берем на себя баланс это здание, и мы становимся собственниками этого здания, то есть мы полноправные хозяева, соответственно, мы несем права и обязанности, то есть обязанности обслуживать это здание. И мы сами определяем стоимость обслуживания этого здания. Не один лейс квадратный метр с каждой квартиры будет выплачивать, например, а там 2, 3, 4, там зависим, сколько необходимо средств. Либо могут ли эти средства оплачивать жители или не могут. В данном случае парламент предыдущего состава в ноябре издал закон о кондоминиуме, в который обязал, повторюсь, обязал создать все жители многоэтажных зданий, в том числе и одноэтажных зданий, создать ассоциации к кондоминиуме, взять на баланс это здание, нести, соответственно, за это здание. И вот по оценкам специалистов, по оценкам, высказываниям некоторых экспертов и представителей управления ЖКХ, стоимость обслуживания этого здания увеличена с одного квадратного метра, может выйти до 16 лейс квадратного метра. То есть представьте себе, если человек, проживающий в квартире, однокомнатная, двухкомнатная, однокомнатная квартира, это в среднем 44, 45, 46 квадратных метров, если это хрущевка, у меня 66 квадратных метров, трехкомнатная хрущевка. Вот мы платим 66 лейс квадратного метра на обслуживание здания, ну плюс-минус идет. Если увеличится в 10 раз? Увеличится в 10 раз. То это 660 лейс. Это 660 лейс. Сколько людей смогут оплачивать эту стоимость? Причем в новом законе кондоминиума, если ты не можешь выплачивать, другие соцсобственники вправе, администратор здания, вправе подать на продажу твоей квартиры. Не можешь платить, до свидания. Выселяйся куда-нибудь, никого это абсолютно не интересует. Так вот, премария решила ускорить этот процесс. И предоставили нам в проекте решения список зданий, которые они желают снять с баланса управления ЖКХ. С одной стороны, логика в этом есть. И мы сегодня возмущались по этому поводу. Ребят, если это одноэтажное строительство, как преимущественно это исторический центр, либо скиносы, где люди приватизировали, это не совершенство закона приватизации жилевого фонда, они приватизировали внутренние стены квартиры. То есть формально, допустим, человек живет в своем доме, но он формально приватизировал внутренние стены, внешние стены и крыши принадлежит государству. Так вот, задача, он пишет заявление в управление ЖКХ, и мы формальному решению муниципального совета передаем с баланса управления ЖКХ и на баланс человека, он принимает на себя баланс внешние стены и здания. Он становится полноправным собственником не квартиры в здании государственном, а он становится собственником всего здания. Что касается одноэтажных строений, понятно, но возникает вопрос, ребята, а есть одноэтажные строения, которые внесены в список исторических памятников национального значения, которые запрещено приватизировать. Мы помним скандал 31 августа, дом номер 15, где находится платформа DAW Office, они по решению суда обязали приватизировать это здание, то есть использовали судебную систему. Это отдельная тема честности политиков. По закону запрещено приватизация имущества, которое является в национальном реестре исторических памятников. Запрещено. Местного значения памятники они имеют особую процедуру приватизации, необходимо согласие комиссии по защите памятников. А что касается зданий, если в общежитиях, к примеру, при приватизации, вы когда приватизировали свои 18 квадратных метров, ну или 12 квадратных метров, кого как, вы приватизировали 12 квадратных метров в жилой площади, плюс вам давали 2 квадратных метра от коридора, плюс 60 сантиметров от кухни, 20 сантиметров от туалета, 30 сантиметров, условно говоря, от душевой, если это общежитие коридорного типа. То есть человек понимал, что он является соцсобственником не только своей квартиры, но он соцсобственник всего здания. То есть он уже в контракте-то имел. То люди, которые участвовали в приватизации, в том числе моя семья, вот мои родители, которые получили эту квартиру, у нас в договоре купли-продажи от государства указано строго 66 квадратных метров нашей общей площади внутреннего помещения. Лестничная площадка, крыша и подвал к нам никакого отношения не имеют. Формально она на балансе управления ЖКХ. Когда люди создали ассоциацию или кондоминиум, неважно какова форма управления этим сообществом, и они просят получить, говорят, ребят, мы создали ассоциацию, мы сами хотим, вы не умеете управлять, мы сами хотим управлять своим домом. Пожалуйста, ребята, мы вам передаем на баланс, с нашего баланса снимаем, мы не несем, то есть управление ЖКХ больше не несет ответственности за это здание, обслуживайте его сами. В данном случае закон не принят. Нет, президент, слава богу, не подписал закон о кондоминиуме, который принят этим парламентом в ноябре. А он принят в интересах, я думаю, что определенных дельцов, которые собираются обслуживать здание всего муниципия и сдирать с нас не один лист квадратного метра, до 10, до 15 лет, мы так предполагаем, и есть основания так предполагать. Вот когда создана ассоциация, да, а нам сейчас говорят, мы задаем вопрос, ребят, вот я проживаю в Лех-Кончинске, я увидел адрес Лех-Кончинске 2-2, это соседний со мной дом, ребята, но я-то знаю, я там рядом живу, мне соседи говорят, я не знаю никакое создание ассоциации, он нам управляет ЖК, знаете, там инициативная группа, подождите, 60 квартир, какая это инициативная группа, кто, какое они юридическое право, эта инициативная группа имеет подавать от имени всех жильцов здания в управление ЖКХ заявление с просьбой передать им на баланс это здание, откуда это, говорят, вы такую форму сдали, и выясняется просто... Какая-то инициатива снизу. Это инициатива сверху, желание избавиться от, избавить город, снять себя с баланса полностью все здания и не нести ответственность перед жильцами. Если сейчас формально жилец, даже в приватизированной квартире, даже как я, житель пятого этажа, и надо мной крыша, если крыша протечет, но юридически крыша не является балансовой стоимостью какой-то ассоциации, у нас нет ассоциации, юридически она находится на балансе ЖКХ, ну или управления ЖКХ, то я имею юридическое право подать исковое заявление в суд, если у меня будет повреждено мое имущество в результате бездействия и в результате протечи крыши и бездействия властей, я могу подать исковое заявление в суд о возмещении мне материального ущерба. Ну не дай бог, там, допустим, телевизор, тумбочка, что-то испортилось. Я подумаю, ребят, у меня обои и так далее, и так далее, вот такая исковая совместность, будьте любезны, потому что крыша на вашем балансе. Вы обязаны, я говорю, в результате вашего бездействия мне причинен ущерб. Они решили от этого, простите, головной боли. Тогда что за инициативная группа выяснилась? Нет, не выяснилась, а мы говорим, а кто это? Какие-то некие анонимы получаются. Какие-то анонимы, мы понимаем. И мы согласились со следующим, ребята. Мы согласны одобрить, то есть комиссия согласна одобрить этот проект решения муниципального совета с одним условием. В тех условиях, когда 100% собственники пишут заявление в управление ЖКХ, просьба снять с баланса управления ЖКХ и передать нам на баланс такое-то здание. Это будет, даже если это 60 соцсобственников в многоквартирном доме, но они должны быть какое-то юридическое лицо, ассоциация, либо все физические лица пишут заявление. А когда бабушки в соседнем подъезде понятия не имеют о том, что здание снимается с управления ЖКХ и передается, оказывается ей на голову, на больную голову и так с пенсией 800 тысяч рублей, она об этом не знает. Вот что они собрались сделать. Мы от этого отказались, сказали, ребят, там, где написано заявление, мы готовы поддержать. Там не написано, уберите этот список, мы одобряем список только там, где написано заявление. Понимаю. Ну, вот смотрите, мы наблюдаем за тем, что в муниципалитете как бы так, знаете, такое, ну, не знаю, видимое или невидимое затишье. Мы видим оперативные заседания, мы видим эпизодически происходящий какой-то пиар, исполняющий обязанности историчного градоначальника господина Кадряну, правильно произнес его фамилию? Я надеюсь. Вот. И не видим, ну, законотворчества, потому что ведь, смотрите, мы уже который год нашей независимости из года в год наследуем несовершенство тех или иных принятых законопроектов. Надо доделывать работу, надо ее подгонять под сегодняшний день. И тем не менее, муниципальный совет вашей коллегии вообще не проявляет никакой активности, я имею в виду коллеги из других фракций. А вот фракция партии социалистов, в общем-то, ну, если не бьет на бат, ну, во всяком случае, что-то предпринимается. Вот. Тогда такой вопрос. Почему такая активность? Чем вызвана? Что планируете? Чем планируете заниматься в ближайшее время, когда еще непонятно, будут ли выборы, не будут выборы? Тоже все гадают на какой-то кофейный и, может быть, иной какой-либо гуще. Ну, буквально недавно мои коллеги по фракции так уж определили, в связи с тем, что Иван Васильевич Чубан, председатель, экс-председатель фракции социалистов в муниципальном совете, стал депутатом, был избран в качестве депутата, ушел в парламент, он должен был сдать мандат муниципального советника, и мои коллеги определились с предложением руководства, и Динари Кожекарь, мой коллега, был назначен председателем фракции, я исполняю роль заместителя председателя фракции, был одобрен единогласно, мы подумали, предложили следующий алгоритм работы, я считаю его логичным и правильным. Мы, муниципальный совет, являемся представителями или собственниками всех муниципальных предприятий, несет ответственность муниципальный совет, и муниципальные советники как представители являются, и необходимо наводить в них порядок. Нам надоело, мы видим, что Киртуака, что потом у нас меди, этот экс-директор Юнин Феноса занималась коврами и занималась пиаром, сейчас этот молодой человек занимается, человек селфи-палка, как у него уже прилипло это название, он тоже незаконно назначен, мы его не признаем в качестве исполняющей обязанности, тем не менее, правоохранительные органы и суды как-то сквозь пальцы на это смотрят, однако процедура законного назначения не была соблюдена, этот человек незаконно исполняет свои обязанности. Нам надоел этот пиар, особенно возмущает, когда мы, как фракция социалистов, в муниципальном совете огромную работу провели, для того, чтобы горожанам хотя бы немножко улучшить деятельность. Мы в меньшинство, мы оппозиция в муниципальном свете, у нас 19 человек из 51, у нас нет ни одного начальника управления, дирекции или директора какого-то муниципального предприятия. Тем не менее, благодаря нашей настойчивости, иногда наглости, у нас получается что-то решать для людей. Мы говорили уже неоднократно, программы по спортивным площадкам, детским площадкам, скамейкам. Стоят и успешно поиспользованы. Стоят и приносят блага людям, люди пользуются этим. Но когда, к примеру, когда мы на Буйканах, на Николая Костиной, далеко от канатной дороги, остатков канатной дороги, еще в прошлом году была обустроена пешеходная полоса, была сделана из плитки, только благодаря нам мы подняли этот вопрос, потому что к нам обращались. Мы видим сейчас, исполняющие обязанности публикуют пост, что якобы к нему обратились родители, они это сделали. Ну, ребят, надо совесть иметь, понимаете? Хотя бы чуть-чуть совесть иметь. Действительно, если ты сделал, хвастайся, пиарься, делай, что хочешь. Твоя заслуга, мы скажем, пожмем руку, скажем, молодец, ты сделал. Но когда ты никакого отношения к этому не имеешь, это точно так же, как наш коллега по муниципальному совету. Впора запустить, знаете, такую программу, стоп-фейк прямо, лови человека за руку. Да, стоп-ложь, и знаете, кто там в CNN или кто занимается, что Трамп соврал сначала в свое президентство столько-то раз. Ну, я думаю, что пора делать то же самое. Столько раз он проселфился, и лишь там несколько его проектов. К примеру, тот же скейт-парк в Долине Рос. Это инициатива нашего, одного из коллег в муниципальном совете Адриана Кулая. И мы поддержали этот проект. Там также построен, будет построен стадион за счет экономического агента, который полностью заслуга фракции социалистов. И он, этот стадион, будет перемещен в ближайшее время в размещенном в лице ХД. Ну, я считаю, это моей заслугой, потому что мы там с этим строителем били, возмущались, дрались и так далее. И наконец-то, добились этого. Дорога была расширена. Стадион не удалось спасти, но тем не менее. Так вот, человек приходит и говорит, скейтодром, его проект. Какой его проект? Что ты пальцем не пошевелил ради этого? Это делает экономический агент. За это голосовал муниципальный совет. А ты что сделал? Ну, выкопал Гедегич и, не знаю, провожал речку. А, ну да. Мертвое море, знаете, да, это он его убил. Вот что-то вроде этого. Мы приняли следующую, пообщавшись с коллегами, приняли следующую стратегию. У нас есть целый ряд муниципальных предприятий. Да, чтобы серьезно реформировать эти предприятия, конечно, мы должны иметь рычаги управления. То есть, мы должны быть у власти, иметь вице-примара, примара, управление транспорта, для того, чтобы серьезно заниматься этими предприятиями. Но мы, как собственники этого предприятия, как муниципальный совет, мы можем инициировать некоторые процедуры улучшения. Вот мы заслушали пока два предприятия. Сегодня, к сожалению, РТЭК, это Реджио-Транспорт-электрика, троллейбусный парк, имел, на мой взгляд, наглость не прийти, хотя объявление о проведении заседания жилищной комиссии ЖКХ было более чем за неделю опубликовано на сайте Кишинем Д. Не видеть его невозможно было. Его пригласили устно за сутки по телефону. Он даже своих заместителей не послал. Ну, я считаю, что такие люди должны быть. К сожалению, наниматель является примар, и он может применять процедуру выговоров, предупреждений и так далее, но мы будем ходатайствовать об этом. В любом случае, мы их заслушаем. То, что он проигнорировал, это вызвано тем, что стояли вопросы или в ожидании неудобных вопросов решил просто уйти? Я не знаю. Понимаете, неудобных вопросов много на самом деле. к примеру, вот недавно поднятая исполняющая обязанность тема объединения троллейбусного и автобусного парка. С одной стороны, логика в этом есть, но это должно не так решаться. Давайте объединим, я так решил. Знаете, я подумал, мы подумали, я решил. Нет, ребята, надо подумать вместе, надо проанализировать, а есть ли смысл этого делать? Именно сейчас. Объединение двух парков, троллейбусного и автобусного парка, имеет только в одном случае смысл, если будет один единый билет, вот как в Москве, как в Риге, как в других государствах. Мне кажется, большинство уже, больших городов, столиц. Ну да, то есть вы, покупая билет, можете проехать и на автобусе, и на маршрутке, и на троллейбусе, и на метро, если есть. Вот если мы объединим, тогда это позволит внедить единый билет. Ребята, вы до сих пор три года есть проект о внедрении электронного билета, и вы до сих пор его у себя не внедрили в троллейбусном парке по одной простой причине. Отмазок у них миллион, но причина скроется в одна, и эта причина была обнаружена еще при Киртуаке, тогда еще был директор троллейбусного парка Маргоич, это в наличке. Потому что огромная сумма наличных денег, которые каждый день проходят через кондукторов, которые ходят по троллейбусу, собирают билеты, обелечивают. И мы понимаем, что есть определенные приписки, вышли, не вышли. Нам устно, но опять же люди боятся, говорят на камеру, но, к примеру, нам кондукторы говорят, а вы знаете, что мы каждый день должны сдавать сверху, ну, при Киртуаке тогда это было вообще систематически, сейчас вроде бы ситуация улучшилась, но так говорят, что мы должны 200, 300, 400 лет давать начальнику смены каждый кондуктор. Плюс каждый кондуктор в течение СМИ она должна обманывать пассажиров. Ну да, либо они продают, и мы часто были пойманы. Один и тот же билет по нескольку раз. Один и тот же билет раз, продают ксероксы билетов два, то есть там делают какие-то ксероксы, они сейчас внедрили, не чтобы внедрить электронный билет, они внедряют новый тип билета, ну, бред. И мы понимаем, что есть очень много вопросов. То же самое, автобусный парк, он не побоялся прийти, мы задавали в том числе неудобные вопросы, ребята, как же так, благое дело, которое инициировано было фракцией социалистов, закупка новых автобусов, извините, как бы так, культурное слово подобрать, вот испачкать, и это дело, благое дело, это надо уметь так сделать, то есть они взяли, устроили пиар-акцию, то есть мы выделили деньги на закупку автобусов, они закупили этих, ИСУЗу вот эти автобусы, ну, как они их закупили, ребят, неужели трудно провести, кто-то заработал на этом, заработали сотни тысяч долларов, почему молчит прокуратура, мы написали в Генеральную прокуратуру жалобу по этому поводу, но в любом случае, директор автобусного парка, он, естественно, не влияет на сам тендер, но он не побоялся отвечать на эти вопросы, он выслушал эти вопросы, мы ему объяснили, то есть и на основании заслушивания автобусного парка, на основании заслушивания аутосибиритати, предприятия по сбору и утилизации мусора, мы сделали определенные выводы, и в ближайшее заседание муниципального совета у нас будут проекты решений по улучшению, ну, к примеру, вот из жителей, мало кто знает, но вот автобусный парк, вот мне часто жалуются жители улицы Пандурилор, Минская, люди пожилые или больные, которым тяжело передвигаться, если раньше маршрутка ходила, или автобус проходил, ну, это небольшие улицы, нижняя часть Ботаники, можно ли пустить дополнительно маршрут? Участникам невыгодно, они не хотят нам дополнительно идти, принудительно заставить их можно лишь в некоторых случаях, но, к примеру, если по Титулеску или по Манчешску находит автобус, то по маленьким улицам можно путить маршрутку, но эта маршрутка должна быть нашей, муниципальной, и не как сейчас, вот почему у нас беспредел с маршруткой, ну, слава богу, часть маршрутов сейчас закрывается, мы еще в предвыборную кампанию предлагали следующее, ребята, собственник должен быть один, это может быть либо мы муниципи, либо частное государственное партнерство, но этот собственник должен закупить однотипные автобусы малой вместимости, то есть макси-такси, как называют, или бусики, где водитель будет не по плану работать, и он трилея увидел, он нарушает все возможные правила дорожного движения, а он должен работать на зарплате, да, у него план тоже должен быть. И двигаться по графику. Двигаться по графику, то же самое, и так вот, в тех местах, где автобус не может заехать либо неудобно, вот эти макси-такси или бусики, они должны подвозить людей к уже трассам, там, где циркулируют и троллейбусы, и так далее, по одному и тому же билету, то есть ты приехал, подъехал на трассу, где действуют регулярные большие автобусы по нормальному маршруту, с этим билетом в течение 10-15 минут, к примеру, 10 минут это в Москве, ты вышел с маршрутки, ты с этим же билетом сел в другой автобус, поехал, куда тебе надо. И это абсолютно возможно, потому что мы и так, автобусный парк, троллейбусный парк, дотационные предприятия, им не хватает своей прибыли для компенсировать все расходы. Это при том, что мы знаем, что идут сборы, какой-то... Так совершенно верно, но прежде чем объединить их, как предлагают исполняющие обязанности, надо проанализировать, а может быть, ребята, надо сократить количество юристов, количество бухгалтерии, когда мне говорят, что ребята, по 20 человек бухгалтерии, подождите, у нас что, компьютеров, вы на счетах до сих пор считаете? Разве нет компьютеров? Мне говорили, одно из крупнейших предприятий, где сотрудников, по-моему, около 700, всего 4 или 5 бухгалтеров. Главный бухгалтер, помощники, остальные просто... Потому что компьютеризировано все, абсолютно все компьютеризировано. Вот если бы у нас будет электронный билет, вот этого ничего не надо подсчитывать. Сразу сокращаются инкассаторы, юристы, статисты, экономисты. Вот целый штат может сократить. Все верно. Когда предприятие, которое занимается перевозкой граждан, перестает заниматься еще и перевозкой денег, потому что будет заниматься именно перевозкой, качеством, будет качество перевозок улучшаться. Таким образом, мы будем анализировать каждое муниципальное предприятие и чуть-чуть позже перейдем к дирекциям и к управлениям муниципального совета для того, чтобы проанализировать, предложить наши проекты решения на следующие заседания муниципального совета для улучшения деятельности этих предприятий. Раз администрация занимается просто селфи-палками, у нас уже середина мая, они только-только закупают краску. Ну, ребята, а что ты не знал, что надо красить пешеходные переходы и разметку в городе? Не знал. Весна пришла неожиданно? У нас зима, и весна всегда приходит, к сожалению, неожиданно. Я думаю, что они опять в декабре проснутся, что необходимо закупать противогололедные средства. Ну, так вот действует. Мы предлагаем это делать заранее, потому что, когда есть настоящий хозяин дома, он знает, что заранее нужно сани готовить летом, телегу нужно готовить зимой. Это знаменитая, не зря народная поговорка веками уже создана. Ну, вот на карте нашей страны Кишинев это такая горячая точка борьбы. С одной стороны, люди, которые пытаются выжить, с другой стороны, люди, которые пытаются выжить тех, кто собирается выжить. Понимаете? И вот сегодня очередной митинг перед стенами Примарии. Жители улицы Троян, дома 19, протестовали по поводу очередного грабежа территории. Вот если можно поподробнее, вам удалось пообщаться с этими людьми, за что они там борются и можно ли им помочь? Ну, вот я хочу показать, если можно показать крупным планом, не знаю, удобно будет, неудобно. Вот вы видите вот это вот новое здание. Да, вот это вот новое здание. Вот места... Его еще нет? Да, этого здания нет, вот это проект. Вот сейчас на этом месте расположена детская площадка, где жители окружающих домов, рядом детский сад, жители окружающих домов и здесь две пятиэтажки и три девятиэтажки рядом расположены. Жители привыкли там отдыхать. Это вот одно из таких небольших мест, где можно отдыхать всей моголой, как называют ее. И тут жители проснулись где-то около месяца назад приблизительно, когда собственник участка стал проводить геодезические работы. На этом жизненном для них пространстве. они стали делать пробу грунта, то есть когда люди узнают, что будет строяка, когда приходит техника, либо появляется забор. Люди обратились к нам, больше некому обращаться, они обратились к нам, я запросил документы, вот я только вчера получил целый пакет вот этих документов, и вот нам стало, ну в кадастре, так как мы имеем доступ к базе кадастры, мы еще немножко раньше об этом знали. К сожалению, Тарьян-19 входит в число тех участков, которые были украдены, мы с вами как-то говорили на передаче, не ночным голосованием, они были украдены по фальшивым аукционам на основании решения суда, по и судебные исполнители дальше уже творили свое мошенническое дело, по-другому его назвать невозможно. То есть схема заключается в следующем, в 2013 году, это было описано некоторых сайтах, которые занимаются расследованиями, подробная схема, в 2013 году такая общественная организация, как Кувын-де-Ануаре, обратилась в суд, почему, потому что премария им отказала в получении определенного выставления участка на аукцион, и сразу возникает вопрос, с 2013 года премария Кишинева перестала проводить аукцион. Ребят, совпадение? Не думаю. Администрация Киртуаки, либеральная администрация, они специально, сознательно прекратили процедуру продажи земельных участков через аукцион, что абсолютно легальная, законная схема по учреждению муниципальной недвижимости, можно получить максимальную стоимость за участок, тогда продажа земли была бы транспарентна, хочешь купить участок, заплати максимальную стоимость, это нормально делается во всем мире, но это дорого. И они решили для того, чтобы дешевле получать эти участки, их легче украсть у города. Вот получилось базовое решение, обязать премарию выставлять участки на аукцион. Дальше с этим базовым решением судебные исполнители сначала в 2014 году получили 22 участка, они продали по процедуре через аукцион, и мэрия даже об этом не знала, узнали, когда уже были зарегистрированы. Это вот Киевская, вокруг домов 10, там целый сквер 42 сотки на улице Бранишки 12 соток, на улице Димо 8 соток, там где люди сейчас паркуются напротив леса. Ну что вам сказать? Но продажи эти на основе чего осуществлялись? На основании решения суда и решения судебного исполнителя проводилась процедура аукциона, и обязали кадастра регистрировать эту процедуру аукциона. Все, становится какой-то собственник. Вот есть девятиэтажка на Щусево, недалеко от вас, буквально Щусево, Банулеску, Бадони, там есть небольшой сквер, вот там вот 8 соток тоже украли по такому-то решению суда. Ну что вам сказать, если это должно быть стыдно всем сотрудникам службы информации и безопасности, если Сергей Лозу угол Штефа на Чалмаре, вот прямо возле министра, прямо угловой участок, возле светофора 4 сотки, напротив церкви рядом службы информации и безопасности также было украдено 4 сотки по решению суда. Они сейчас являются частной собственностью каких-то мошенников. Ну, внутри двора службы информации и безопасности тоже есть сквер. Так вот можно похлопать. Я не удивлюсь, если какие-то уроды, по-другому их назвать не могу, они это сделают в каком-то решении суда. То есть, это рейдерская атака. Это рейдерская атака с помощью судебной системы, с помощью судебных исполнителей и не без помощи юристов премарии, которые просто бездействовали естественной администрации. Ну, тогда был Киртуака. Отыграть это как-то в других судах это возможно? Вот, мы имеем пакет документов, мы имеем целый ряд есть решений суда. Вот, к примеру, решение суда от мая 2018 года, где решением суда судья снимает арест наложенной прокуратуры антикоррупции. Понимаете, то есть участок украли города и суд снимает арест наложенной, то есть, причем аресты наложены уже несколько раз подряд были наложены. И вот через судебную систему эти участки просто сливаются. Причем эти участки перепродаются несколько раз и у нас третий или четвертый покупатель, вот в данном случае на троян 19. таким образом очищается? Как бы очищается. И выход есть, заключается только в нескольких. Первое, либо у нас судебная система вот посадить всех судей, кто вот занимался вот этим мошенничеством, я по-другому это не могу назвать. Это то же самое, что кражи миллиарда. Это раз. И на основании этого аннулировать все предыдущие решения и договора о купле-продаже, вернуть эту в муниципальную собственность. Это раз. Если это сделать невозможно, надо перевести для этого специальную юридическую экспертизу, чтобы нас потом не обвиняли, что мы очищаем ее. Провести юридическую экспертизу, которую покажут, невозможно, ребята, вернуть участок. Вот уже опытные юристы работают, которые специально, юристы-примири пропускают срок обжалования. То есть все уже суд как бы имеет возможность оправдать. Ведь это, так сказать, знаете, низкие, люди с низкой профессиональной ответственностью в таком случае получается. Даже и работа, за которую платят народные деньги. Он обязан был прийти в суд, выполнить свою работу, а не просидеть где-то в кабинете. Знаете, к сожалению, у нас об ответственности говорить не приходится. Если у нас на республиканском уровне прозевали воровство миллиарда, и цена не прозевала, СИП прозевал, прокуратура прозевала, Назбанк прозевал, все сказали, мы знали, но мы прозевали. Самый большой премьер-министр сказал, я был просто премьер-министр, я ничего не мог сделать. Ну, даже у нас Акума, Асандо, у нас голосовала за выделение этого миллиарда, голосовала. Сейчас куда? В кусты, и делают вид, что они оппозиции. А то ее коллеги вам пишут на кабинетах, вот зона, где нету коррупции. Кто бы писал? Сколько они тогда выделили, 5 миллиардов, по-моему, выделил тогда Лянка под эти, ну, уже нахватались, уже можно зона либерокоррупция. Здесь очень сложное решение этого вопроса. Если не получится ничего сделать, то остается для спасения жителей только один выход, это переместить этот участок в другое место, то есть сделать обмен участками. То есть забрать этот участок в муниципальную собственность обратно, переместить границы этого участка, скажем так, а этот участок разместить в том месте, где жителей не будет. Ну, я не очень склонен к этому решению, потому что, ну, как бы, скажем так... Ну, это получается перенести эту проблему с одного места в другое, подарить другим. Ну, переместить туда, где жителям не будет мешать. Вот мы у нас успешный на ДОГ-32, где нам удалось отстоять этот двор, мы его сейчас будем благоустраивать, этот двор. Ну, там муниципальная собственность была, участок находился в аренде, но здесь частная собственность. Но собственность получена незаконно. То есть если мы переносим, мы как бы очищаем ее. Вот для этого мы должны сделать все возможное для протестования, если это невозможно. Необходимо получить какую-то юридическую экспертизу о том, что исчерпаны все юридические пути для возврата этой муниципальной собственности. Только тогда, я думаю, что мы сможем заниматься процедурой обмена. Но на самом деле это просто беспредел, волосы дыбом, потому что так, извините, у нас скоро центральную площадь заберут и построят там автозаправку. Жители, мало кто знает, но возле напротив госуниверситета, бассейна госуниверситета, треугольник пересечения Льва Толстого к Иголнычану и Измаил тоже украден по этой же схеме, там собираются делать автозаправку. Дача опять возле поликлиника прямо на детской площадке также украден участок. Улица Трифомбалта для жителей телецентра, я там недалеко живу, 60 соток в парке, 60 соток в парке украдено по этой же схеме. Ну вот, и что говорить, если Колумна, угол Банулеско, Бадони, вот Энди Спица находится там, вот магазин мужской одежды, вот там сквер есть, вот эти 5 соток сквер, который тоже украден по этой же схеме. И вот все молчат, понимаете, вот все об этом знают, говорим только мы. Но, ребята, у нас нет, мы не можем поручить юристам премьерия заниматься. Мы должны сделать, для того, чтобы мы это сделали, мы должны сделать решение совета, признать себя пострадавшей стороной, обратиться, как от муниципального, для этого должны проголосовать 26 человек. Когда мы поднимали этот вопрос, у нас почему-то сразу часть наших коллег из других фракций, у них, извините, недержание мочи и так далее начиналось, они срочно куда-то позвонить голодные, сразу выбегали из зала, то есть у них что-то случалось срочно, выходили из зала, кворума не хватало, то есть не хватало голосов. То есть мы 24, 23, 24, 23, как на спотару, когда мы просили отменить, то же самое, как надолго отменить аренду, пару советников просто вышли из зала, и у нас не хватило нескольких голосов буквально для отмены этой аренды. Хотя та аренда тоже получена мошенническим способом. Ну, если появится заправка на Штефан-Шалмаре, я готов сказать заслужили. Заслужили, потому что... Может быть, извините, я единственное, что очень рад... Так голосуем, так выбираем. Я очень рад, Станислав, вот есть все-таки горожане, есть гражданский дух в горожанах, и я очень этому рад. Вот жители Троян-19, они к нам обратились, мы их проконсультировали, как бороться. Мы им сказали следующим образом, ребята, все будет умолчать, как на многих стройках. Нам на многих стройках вот мы подсчитывали приблизительно из более 7-70 адресов, по которым нам обращались. То есть есть стройки, не то, что они законные, они почти все законные. Незаконные, это та, где не выдана авторизация, тогда она незаконна. Но незаконно мы называем те стройки, где авторизация выдана с грубейшими нарушениями. Но есть нарушения более грубые, то есть грубые, а есть нарушения мелкие, за которые в принципе остановить стройку нереально. Ни один суд не аннулирует это строительство. Мелкие нарушения какого-то градостроительных планов, небольшие отхождения от СНИПов или регламентов. По ним суды, как правило, всегда на стороне застройщика. Когда грубые нарушения, тогда получается особенно, и главный вопрос, если жители активны. Когда надолго 200 человек вышло, помогали нам сносить забор, у нас получалось установить это строительство. Тем более, там муниципальная земля. Вот здесь жители сами, мы их обучили как, мы им разъяснили как. Вот они сами провели митинг у себя, объединили тех, кому дорога эта детская площадка. Потом, мы даже не знали, они нам, они уведомили все телевидение, мы потом увидели, что они уже несколько раз проводили возле примарии протесты. И вот сегодня, зная, что проводится комиссия, они еще раз провели протест. В данном случае мы им дали градостроительный сертификат, который, к сожалению, был выдан предыдущим главным архитекторам. Вот он был выдан. Мы сейчас его будем обжаловать. Блюти надо быть обязательно активными, тогда можно что-то отстоять. Тем дельцам, тем мошенникам, которые стоят за этими схемами, им неудобно. И там судья, который выносит решение, прокурор, который занимается расследованием вот этого дела, им, скажем так, неудобно, когда... Быть на слуху. Быть на слуху, когда эта схема становится публичной. Вот когда об этом люди говорят, когда об этом кричат, когда перекрывают улицы, когда возмущаются, когда акции социального протеста и гражданского неповедения в социальных сетях целая куча. Шарьи у нас, сколько у нас там, по-моему, по классике 150 форум гражданского неповедения есть. Есть очень много способов, где можно, но во всяком случае не надо молчать, надо бороться. Вот когда люди борются, тогда да. Есть всякие дельцы, которые мы видим, где имитируют борьбу. Вот мы видели на рынке Алешина тоже товарищ избранный примар. Вот он поселфисал, сказал, ай-я-яй, здесь на рынке Алешина строится фирма такая-то, мы их накажем, мы их сделаем. Но дальше фирма строится. Помним имитацию борьбы с носом кинотеатра Галдиамус. Ну, то же самое, понимаете, мы когда возле забора бегали, меня, меня, ваша коллега из одного телевидения, не очень хорошая девушка, я не считаю ее за журналисткой, она, наверное, больше пропагандист, чем журналистка, показывала меня. Да, я действительно сделал некрасивый жест, я дрался с рабочими, но дрался как собственник земельного участка вместе с представителями притуры, вместе с представителями полиции, и тогда был господин Астас и Слюсар, находились внутри, обсуждали снос, то есть, как, что делать. Но мы-то понимали, что их либо не имитировали, непонятно вот, но по лайву, я со своим коллегой Гайиком Вартаняном, Стасом, мы ехали, мы слушали этот лайв, мы понимали, ребят, ну, он вроде бы юрист, либо он из себя строит дурачка, либо его разводят как лоха, простите, потому что, к примеру, если у вас есть диспозиция приостановления действия строительных работ, ее надо зарегистрировать в полиции, тогда полиция имеет право применить меры к этому застройщику, и так далее, мы ему говорим, зарегистрировай, вот ты же получил, ну, эмоции, тогда ты действ, тогда ты имитируешь борьбу, и когда, мы очень удивились, когда вот офис их партии и офис строительной фирмы в 50 метрах друг от друга, ну, может быть, совпадение, ну, и мы попросили полицию разрешения зайти на эту территорию, вот, мой коллега Стас прошел вместе с камерой, полицейский прошел, и когда я заходить, меня берут, прижимают вот этими острыми листами профиля, металлургического профиля, начинают за шею вот так вытаскивать, ну, да, я там одного-второго откинул, вышли на улицу, и я в порыве горячей, скажем так, попинали кого-то, нет, пнул каску, когда человек его хотел поднять, так вот они вырезали все это драки, вырезали только вот мой некрасивый сюжет, за что я извинился, поэтому я не считаю, считать человека за пропагандиста, но тем не менее это была имитация, ребят, если ты юрист, если у тебя есть целый штат юристов, как ты говоришь, так ты действительно проявляешь заботу, не только в предвыборный период, как он говорит, но и нуче дем, но и нуче дем, проявляя всегда заботу, вот сейчас его коллеги, я действительно рад, что, к примеру, его коллега Владимир Боля, который победил на Буйканском, они действительно подали несколько, целый ряд исков, запросов по поводу остановления нескольких строительств, ну, конечно, процедура у них еще та, к примеру, причем и совет по конкуренции, к строительству, я вообще не понимаю, то есть, людям глаза замазать, но почему же они занимаются тогда тем же рынком Алешина, главное, чтобы занимались, главное, чтобы работало, мы не собираемся перетягивать одеяло, мы, главное, чтобы, если ты говоришь о том, что ты борешься, если ты говоришь, что тебе интересны интересы кишиневца, ты их будешь защищать, защищай, я не вижу своего оппонента на своем округе, когда мы были, ну, это отдельная предвыборная риторика. Ясно, Александр, спасибо за эту беседу, во всяком случае, есть некоторое понимание того, что происходит и по адресу на Троян 19, потому что мы, наш телеканал также получал приглашение от этих людей помочь им осветить эту тему и, возможно, изменить обстоятельства, при которых вот сейчас происходят какие-то там предварительные работы. Я вас прошу быть активным в этом плане. Троян 19, Димо 7-3, Татьяна Меделян, я думаю, что ей надо, если можно давать звезду герою муниципия, эта девушка, она должна получить, как она борется за свой двор. Там, к сожалению, наши коллеги тоже отказались поддержать, мы не набрали большинство на отмену участка, но мы сейчас повторно выставим этот проект решения об отмене аренды сзади, где строят девятиэтажку, сзади МО 7-3. Еще целый ряд вопросов, которые есть, вопрос строительства, которые необходимо решать. Но, опять же, без осозова муниципального совета, а мы два раза уже писали заявление о осозове муниципального совета, к сожалению, вот это исполняющие обязанности пока не собирается. Парламент, к сожалению, мы тоже видим, не функционирует, потому что у нас целый ряд законопроектов об улучшении деятельности в городе, запрета вот таких беспредельных строительств, изменения генплана, аннулирования, вот этого изменения этого закона о кондоминиуме. Мы не хотим, чтобы люди платили по 600, по 1000 лей за обслуживание дома, помимо коммунальных оплат. Это непосильная ноша для всех пенсионеров. Ну, вот у нас ситуация такая, какая есть. Непонятно, вот как ответить на вопрос, когда 104 человека ежедневно покидают нашу с вами республику, для кого строятся все вот эти новые дома? Я вам объясню, кому они собираются продавать эти квартиры? Я вам объясню, для кого строятся. Мы приведем, грубо говоря, к моногороду, скажем так. Дело в том, есть такой экономический показатель. В развивающемся государстве, где сильная экономика, где действительно количество квартир, увеличение продаж количества квартир, это позитив. в нашем государстве, где слабая экономика, где население покидает страну, также цели ряда государств, мы анализировали, есть аналитика по такой недвижимости, даже включая африканские страны. У нас что происходит? Люди с пригородов, к примеру, вокруг Камрата, у меня мама туда родом, мы ездили на родительский день, в селах людей практически нет. Вокруг Бельц, у меня теща оттуда, жена оттуда, если село дальше от трассы стоит, людей практически нет. У нас села пустеют. Идет обратно от центробежной силы идет. То есть люди съезжают в города, кто побогаче, то есть, допустим, в Камрат, в крупные города, Единцы, Бельцы, кто побогаче приезжает в Кишинево. В Кишинево хоть какую-то работу можно найти. Это раз. Второе, мы получаем, вот эта сейчас сумма снижается, мы получаем огромные средства в переводе от наших гастарбайтеров, родителей, братьев, сестер, которые работают за рубежом. Вот мы получаем эти деньги. И вот представьте себе, человек, он работал там 5-6-7 лет за границей, потом приехал, заработал 15-20 тысяч евро, долларов, неважно сколько. Он заработал, что с ними делать? Вложить в производство? Это самоубийство. Положить под подушку? Это тоже самоубийство, потому что украдут, сгорят и так далее. Это небезопасно. Положить в банк? Да ну в баню эти банки, никто не хочет в банке, у нас, сколько он, шор. Обанкрачивал вот эти банки, повыдавал левые кредиты, зато он сейчас молодец, золотой мальчик, тратит народные деньги на раздачу гречки с тушенкой. Молодец, но это украденные деньги. Что с этими деньгами делать? Единственная возможность у людей открывать какой-то мелкий бизнес, невыгодно. Понятно, получается, вкладывает вот в эти метры. Единственная возможность, чтобы деньги не сгорели, купить и создать лакерин, дать в аренду этот дом, либо оставить как детям, наследство и так далее. Кто-то имеет 3-4 квартиры, люди работают, они боятся в банковскую систему вкладываться. Александр, спасибо за этот разговор, мы продолжим обязательно общение с вами, вашими коллегами в отношении того, что все-таки происходит за стеной муниципия и чего нам ждать. И будем с удовольствием вас звать. Спасибо вам большое. Вы смотрели программу «Городская среда». У нас в гостях был муниципальный советник от партии социалистов Александр Одинцов. Оставайтесь с нами, мы работаем для вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова